Создание комфортной городской среды. Такими словами, можно охарактеризовать работу властей Видного в прошлом году. Ее цель состоит в том, чтобы каждый житель уютно чувствовал себя в родном городе и мог полностью и без каких-либо сбоев пользоваться всей социальной инфраструктурой. Деятельность в этом направлении ведется последовательно и согласно задуманным планам. Не зря на данной цели в 2017 году в бюджете городского поселения было выделено более двух третей от всех финансовых средств. Наибольший удельный вес в бюджете поселения традиционно занимает расходы на ЖКХ и благоустройство 38,8%, национальная экономика 35,5%. В эти программы в частности входят работы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов. В прошлом году были обновлены 44 жилых здания. Как новенькие теперь стали 380 подъездов. Кроме того, 13 дворовых территорий Видного комплексно благоустроены согласно стандартам, предусматривающим обязательные парковочные места, детские площадки, освещение, озеленение, места под твердобытовые отходы и информационные стенды для жителей. Очень хорошая была программа по благоустройству. Мы ее полностью реализовали, которую планировали в 2017 году. Вошли в новую программу «Мой подъезд», которую я думаю, что будем в полном объеме также реализовывать на территории поселения и в 2018 году. Важным элементом комфортной жизни видновчан является, конечно же, хорошее состояние транспортной инфраструктуры города. В 2017 году на содержание и ремонт улично-дорожной сети было выделено более 90 миллионов рублей. Приведены в порядок 25 автомобильных дорог общей площадью почти 70 тысяч квадратных метров. Но одной из основных проблем в этой области являются пробки на главных магистралях города и плачевная транспортная ситуация в новых жилых районах Видного. Наибольший резонанс в обществе вызывает проект строительства дополнительного выезда из шестого микрорайона. Моисей Шамаилов прокомментировал текущий ход событий. Мы подошли к главной черте. Средства собраны, инвесторы определены. В апреле должны получить документацию, начать строительство знаменитого нашего проекта выезд из шестого микрорайона на Донбасскую улицу и на Москва-Дон. И завершено это строительство четырехполосной дороги будет в 2018 году. Традиционной частью отчетных мероприятий является живое общение руководства муниципалитета и местных жителей. В течение всего собрания каждый желающий мог направить записку со своим наболевшим вопросом. Одной из самых животрепещущих тем стала ситуация с ликвидацией свалки в районе Белокаменного шоссе. По заверениям руководства Ленинского района, эта проблема будет решена в кратчайшие сроки. Она сейчас методично вывозится и будет вывозиться вне зависимости, закончился или начался соответствующий контракт. Мы предпринимаем вместе с правительством, с Министерством экологии все для того, чтобы обеспечить вывоз на несколько полигонов, для того, чтобы организовать вывоз большего количества в день. Завершилось собрание торжественным вручением наград для наиболее отличившихся в прошлом году видновчан. Екатерина Коваленко, Владимир Бежонов и Елена Кошелева. Видное ТВ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!